В предыдущей части Капитан Америка освобождает Мстителей из тюрьмы Рафт Скотт Лэнг возвращается к своей семье Железный костюм Человека-паука называется Спайдер Марк Вижен научился превращаться в человека И спокойно гуляет по Европе с Вандой Баки Барнса замораживают в Аканде И стирают из памяти триггеры военных лет Кэп, Вдова и Сокол разбираются с сирийскими террористами Которые заполучили технологии Читаури Тони Старк начинает разработку своего нового нано-костюма Привет, бои-скоуты! С вами Кьюбайт Как я и говорил, в последний день зимы В продажу поступил комикс, а именно комикс-приквел К Мстителям Война Бесконечности Сейчас вы увидели в начале, что было в первой части этого комикса Всего он состоит из двух частей Первую часть я уже вам как бы рассказал вкратце Вторая часть, сегодня мы о ней как раз таки и будем говорить Я вообще считаю, что такие комиксы нужно бесплатно раздавать Хотя они по идее продаются Но в общем-то, они уже есть в сети, они есть в группе Так что заходите почитать, если вам интересно прям самому почитать Ну а сегодня мы разберемся, какие там есть секреты, пасхалки Есть ли они вообще Ну и в общем, разберемся, о чем этот комикс Мне в любом случае будет приятно, если вы поддержите лайком Ну а завтра выйдет супер-годнота Если что, подсказка вам 2 марта На обложке второй части комикс-приквела красуется давняя промо, которую мы видели еще летом на D23 Это диснеевское мероприятие На этом промо красуется Танос с полной перчаткой бесконечности У него есть все камни Не знаю, видим ли мы это в фильме Возможно да, возможно нет Я все-таки предполагаю, что вряд ли и камень души пока останется еще загадкой Но об этом чуть позже И, наконец-то, эта промо появилась в качестве Потому что до этого было, ну, такое сомнительное Здесь же мы можем рассмотреть даже, наверное, маленькие частички укропа в зубах Таноса Далее идет страница с предисловием Где нам говорят о том, что во всей вселенной, во всей галактике существуют предметы, наделенные невероятной мощью И называются они камни бесконечности Они делают своего носителя практически непобедимым И здесь ключевое слово почти непобедимым То есть, в целом, победить-то его все-таки можно По отдельности, их открытие уже давно изменило судьбу галактики Это, конечно же, отсылает нас на события всех фильмов в киновселенной Марвел Где когда-либо появлялись камни бесконечности Они были задействованы Мы знаем, что вся эта большая арка, которая длилась 10 лет Она была как раз-таки посвящена камням бесконечности И они наделали немало дел Комикс начинается со святилища доктора Стрэнджа Санктум Санкторум, где он сидит, медитирует К нему подходит Вонг Немного мешает его медитации И говорит о том, что им нужно срочно прям поговорить Вот во время медитации нужно оторваться и поговорить о камнях бесконечности Они идут по просторному коридору Санктума Санкторума И обсуждают события сольного фильма Доктор Стрэндж Где сначала он встретил древнюю Она показала ему что вообще и как И показала, конечно же, различные измерения И тогда не только он был в шоке, но и я лично Потому что эти спецэффекты это офигенно Тем более, я думаю, в следующих фильмах нам еще больше расскажут о мультивселенной И на это здесь, даже в этом комиксе, есть небольшие задатки Конечно же, вспоминают эпичную битву с Каицилиусом Ну и вспоминают о Дармаму, которого они все-таки победили Но также есть речь и о Мордор Правильнее вообще Мордор, мне кажется Ну ладно, называют его Мордор в фильме А Мордор, который в конце концов после того, как Дармаму победили Он ушел и отрекся вообще от того, чтобы быть старейшином Охранять землю и так далее Он думает, что все они делают не так Все те старейшины неправы и нужно как-то менять И естественно, в конечном итоге он станет злодеем Его покажут или в Войне Бесконечности Хотя я сомневаюсь, но возможно какой-то камео будет Ну и конечно же полностью его будут раскрывать уже в сиквеле Доктора Стрэнджа После этого примера с Доктором Стрэнджем Он говорит о том, что использование Камней Бесконечности И вообще любых подобных артефактов, очень мощных Оно меняет космический баланс, баланс этой всей вселенной И это, наверное, заметно Таносу, как я думаю То есть именно по вот этим вот изменениям, вот этим всплескам энергии Он и находит Камни Бесконечности То есть он это все отслеживает, всю вселенную И когда он видит, что что-то происходит Он сразу понимает, что там, наверное, Камень Бесконечности Там уже, наверное, можно как-то это отследить Я так думаю И после этого Доктор Стрэндж просит просветить его И рассказать побольше о Камнях Бесконечности Вонг приводит в пример Вторую Мировую Войну Иоганна Шмидта, который нашел Тиссерак Начал его использовать в своих гнусных целях И для, в общем-то, распространения гидры Конечно же, рассказывает о Капитане Америка, который его остановил И вот это исчезновение Красного Черепа является одной из загадок киновселенной Марвел И вот постоянно я вспоминаю об этом, думаю, да черт, когда же его покажут Потому что это явно козырь, который Марвел припасла на какое-то прям нужное время Возможно, он появится в Войне Бесконечности Потому что он заточен где-то в четвертом измерении И его можно использовать против Капитана Америки Если он останется жив Хотя новым Капом может стать Баки Далее нас переносят в события первых Мстителей Которые, очевидно, важны для Войны Бесконечности Для всей киновселенной Марвел Марвел настолько любит этот фильм, что, во-первых, в Торе Рагнарёке полно ссылок на первых Мстителей Но это, скорее всего, любовь конкретно Тайка Вайтити Но в Войне Бесконечности Или вообще, точнее, в Мстителях 4 Будет перемещение в это время Будут какие-то флешбеки или перемещение во времени, как я думаю Так что Мстителей первых мы еще обязательно затронем позже Но сейчас, пока нас перемещают в события Рассказывают, как Локи прибыл на землю, хотел захватить Читаури, все вот эти дела Конечно же, там замешан и Камень Разума, и Тессеракт Камень Пространства Но мы все знаем, что Локи удалось обезвредить И все это вторжение Читаури прекратить И, в общем-то, после этого Тор и Локи отправились в Асгард вместе Как раз-таки с Тессерактом Сейчас напомню, что Тессеракт находится опять же у Локи Он его украл Ну или не украл, и позаимствовал, наверное А может быть даже спас Хотя, если бы уничтожился Камень Бесконечности А вряд ли уничтожается, было бы лучше В общем-то, Локи его забрал с собой в конце Тора Рагнарёка То есть в финале И после этого мы знаем, что он будет его отдавать Таносу Конечно же, на этом вторжение на землю И связь с Камнями Бесконечности не закончилась Вспоминаем события Тора 2 Царство Тьмы Где Малекит, правитель тёмных эльфов Хотел захватить вообще 9 миров Но туда входила и земля Так что на землю он тоже прилетел И это было всё связано с Камнем Реальности С Эфиром Красным Камнем Когда Тор его победил Жители Асгарда решили отдать Эфир коллекционеру Чтобы не хранить в Асгарде 2 Камня Бесконечности Это фатальная ошибка для вообще любого места Где есть уже Камень Бесконечности Потому что если ты туда ещё приносишь ещё один То это ещё больше, по идее, привлекает Таноса Если он об этом узнаёт, то всё Он сразу же отправляется туда Потому что можно ухватить сразу двух зайцев И вот как раз таки именно поэтому На планету Земля и прилетает Танос Так как там куча Камней Бесконечности Ну практически все Дальше у нас идут события вторых Мстителей Где вспоминают Заковию Где вспоминают о том, как Тони Старка Ну во-первых создали Ванду, Пьетро И наделили их способностями Ванда управляла видениями Тони Старка И показала ему, что Мстители умрут И здесь об этом видении даже чуть подробнее рассказывают То есть в том плане, что его вновь вспоминают И я напомню, что по моей теории Скорее всего в Войне Бесконечности Это Мстители 3, напомню Там, возможно, в финале все Мстители умрут Ну большинство умрет И из-за этого они начнут путешествовать во времени И все это дело исправлять Конечно после этого видения Где он видит, что его друзья погибнут А планета находится в опасности Тони Старк создает Железный Легион Это его роботы, как вы помните В смысле, ну марки, которые сами по себе летают Искусственный интеллект Но вместе с Брюсом Бэннером С помощью Камня Разума Они создают и Альтрона Вы знаете, что уже дальше произошло Но после того, как Альтрон Они все вместе побеждают Это, в общем, скучная часть Побеждают Альтрона И создают Вижна Который, кстати, и помогает им победить Альтрона Следом идет Фиолетовый Камень Камень Силы Находился он на планете Морак До того, как Звездный Лорд, в общем-то Похитил его И он оказался у Ронан Обвинителя Ронан Обвинитель, как я напоминаю вам Ставил этот камень в свой молот небольшой И вот мне кажется, что В Войне Бесконечности Примерно это и произойдет В любом случае, чтобы Тору можно было Ну не то, что на равных Но хоть как-то противостоять Таносу Ему не хватит его собственной мощи Мы помним, что вообще Мьёльнер для чего нужен? Чтобы концентрировать мощь Тора Концентрировать его силу И, например, там Одним разрядом бить Или просто молотом ударить Ну, чтобы сила была концентрированной Но мы все знаем, что молоту Тора пришел конец И теперь ему нужен новый молот Чтобы свою силу концентрировать И, возможно, совет ему дадут Стражи Галактики С которыми он встретится И после этого как раз-таки Полетит вместе с Грутом И ракетой делать новый молот Они скажут Чувак, Ронан делал такую штуку Он вставлял камень силы Себя в Скажем так Не посох Ну, свой молот, скажем так И усиливал его Может быть, это шанс победить Танос Он такой Неплохая идея И, в общем-то, отправится в Недовелир С маленькой командой Чтобы сделать новый молот Вот такой Ну, только побольше И вставит туда как раз-таки Фиолетовый камень Но это мои глупые предположения В фильме, конечно же, так не будет Далее мы видим, что в зеркале Вонг и Доктор Стрэндж Видят Тора и Локи И как раз-таки вот этот рассказ Происходит в то время Когда Локи и Тор Прибыли на Землю искать Одина В событиях фильма Тор Рагнарёк Если вы помните Они прибыли на Землю И, конечно же, Доктор Стрэндж Забирает Локи И вот теперь в этом комиксе Стало понятно, зачем он вообще это делает И зачем он помог Тору Для того, чтобы просто убрать Локи и Тора вообще отсюда с Земли Чтобы не было, скажем так Привлекательно все это дело Для Таноса И для тех, кто ищет камни Потому что мы помним Как Локи любит камни бесконечности И почему-то притаскивать их именно на Землю Он уже был связан с двумя камнями Так что поэтому Доктор Стрэндж хотел избавиться от него И отправить его подальше вообще От Мидгарда И отправить их обратно в Асгард Поэтому он, помните, в разговоре И спросил у Тора После того, как я тебе помогу Ты с Локи отправишься обратно в Асгард? Он такой Да, отправимся Все, замечательно Я тебе помогаю Супер классно Что касается последнего камня Их же вроде не 5, а 6 камней И вон говорит о том Что да, есть 6 камень Но никто не знает Где он находится И никто не знает На что он способен Но если верить слухам Которые ходят Конечно же слухи всегда есть И если верить слухам То это самый сильный камень И это будет большая угроза Если он вообще появится на горизонте Ну и в конце нам говорят о том Что если все-таки Кто-то соберет эти камни То нам нужно быть готовым И как-то, в общем-то, объединяться И нам показывают места Где находятся все камни Хотя у коллекционера Вроде как камня нет Если верить тем сливам Когда помните разговор Таноса И коллекционера И Танос спрашивает Где камень Он говорит У меня его нет Я его продал Возможно коллекционер обманывает Вряд ли бы он продал Камень бесконечности Ну и продолжение Мы увидим уже в фильме Мстители Война бесконечности Кстати, на следующей неделе Как, если верить Тому комиксу, выйдет Прелюдия к Человеку-муравью и осе Тоже, возможно, разберем Если правда будет что-то интересно В общем-то, на этом все Видео заканчивается Вы, конечно же, можете обсуждать в комментариях Естественно, здесь мало что можно было обсудить Здесь по большей части пересказ Но все-таки это все связывает воедино То есть вы можете открыть комикс Узнать, где все камни бесконечности И это полезно будет для Ну не новых зрителей Но для тех, кто давно смотрел все эти фильмы И позабыл, что и как В общем-то, поддерживайте лайком Оставляйте комментарии Пишите, что вы думаете по поводу этого комикса По поводу событий Конечно же, продолжайте теории Строить по поводу Камня Души Подписывайтесь на канал Ответ колокольчика Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok